Рабочие в амбулатории Горок-10 появились в середине августа. Ремонт начали с детского отделения и до сих пор не завершили. По контракту срок выполнения всех работ 1 декабря, но уже очевидно, подрядная организация в них не укладывается. По 1 декабря, я так понимаю, вы нам сорвали сроки? Получается, да. А почему? У нас, скажем так, есть проблемы с финансированием. Нехватка оборотных средств не должна влиять на выполнение работ, предусмотренных контрактом, заметил глава района. Обязательства должны быть выполнены в полном объеме. Да, действительно, есть у подрядчиков сложности с финансированием. Многие документы сдаются в ДЭС, так называемая компания, которая проверяет смету и выплачивает потом деньги. Здесь мы будем отдельно разбираться с этой компанией и с Министерством здравоохранения, проведем совещание. Но в целом, те люди, которые принимали решение, выходили на конкурс, побеждали в этом конкурсе, и подписали контракт на выполнение работ, несут на себя обязательства. Четкие, конкретные, понятные по срокам, по качеству и самих работ, и по организации работ. Много вопросов к подрядчику и по качеству выполненных работ. Кривоположенная плитка, узкие коридоры, пороги на полу и отсутствие доступной среды, которая, по словам подрядчика, не предусмотрена вовсе. Все это необходимо исправить в кратчайшие сроки. Мы за некачественную работу платить не будем, ни копейки. Поэтому очень тщательно нужно подходить и к самим материалам, и к тому, как работа проводится. Если что-то сделано неправильно, будем заставлять переделывать до конца декабря, до конца года, без разницы. Пока не выйдем на то качество, которое необходимо для системы здравоохранения. В Одинцовском наркологическом диспансере ситуация похожая. В установленные сроки подрядчик не укладывается. Претензий у медиков по ремонту много. Так, трубы водоснабжения спрятали в пол, при этом не провели гидроиспытания. Если случится протечка, то найти ее место будет непросто. Кое-где уже пузырится краска. Вызывает сомнения и качество линолеума. Но основные недостатки – отсутствие пожарной сигнализации и вентиляции. Самое минимальное – это пожарная сигнализация и вентиляция. Мы не можем без этого допустить, тем более, такие пациенты. А до этого все это работало без вентиляции и без пожарной сигнализации? Нет, не в машинке у нас. Просто взяли, сняли и новую. Демонтировали просто. Вентиляция в диспансере тоже была, принудительная, через окно. Но в ходе ремонта ее убрали. Сотрудники медучреждения предлагают сделать все так, как было. Заказывать раму, поставить туда только принудительный вентилятор. Потому что всю вентиляционную систему никто переделал другую. Сделать порточку? Да, точно. Недочеты, выявленные в ходе инспекции, Андрей Иванов разделил на две группы. Первые имеются, потому что изначально не вошли в проект. Вторые допущены подрядчикам. Исправить необходимо и те, и другие. Ремонт в районных медицинских учреждениях должен быть выполнен качественно, несмотря ни на что. Крайний срок завершения всех работ – 20 декабря. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Спасибо. Спасибо.